МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные культурные события нашего региона на телеканале губернии 33. Резоположенский храм и приказная изба, сунгирь и концерт в Кремле. Это и многое другое в новом выпуске программы Культура. Меня зовут Игорь Киценко. Здравствуйте. Передача некоторых объектов недвижимого имущества и изведений в СМЗ в лонный РПЦ обсуждалась в последние несколько лет неоднократно. И вот комиссия, которая была создана для решения этого вопроса, пришла, наконец, к соглашению. О важном событии в культурно-общественной жизни региона моя коллега Оксана Котова. Встречное движение – так и характеризовал сегодняшнюю встречу Владимирских музейщиков и епархии Минкульт. На заседании согласительной комиссии представители Владимира Суздальского музея-заповедника и служители культа обсудили передачу ряда памятников религиозного назначения в оперативное управление РПЦ. Вопрос о реституции 12 объектов недвижимого имущества, среди которых Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, странно-приимный дом во Владимире, семь известнейших Суздальских объектов и Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном, поднимался в Министерстве культуры в октябре прошлого года. Тогда-то и решили создать согласительные комиссии по взаимодействию епархий и музеев. И наша комиссия, наконец, пришла к согласию. Два объекта из того списка, который был заявлен, а именно Резоположенский храм из комплекса Знаменских церквей в городе Суздале и приказная изба, памятник 16-го, начала 17-го века, находящийся на территории Покровского женского действующего монастыря, могут быть переданы Метрополии. Подавляющее большинство объектов остаётся в оперативном управлении музея, поскольку это объекты-памятники. Многие входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а значит, требуют очень серьёзного профессионального содержания. По некоторым объектам, вроде Золотых ворот, епархия отзывает просьбы. Когда рассмотрели на епархиальных собраниях наших, то пришли к выводу, что если мы получим, допустим, их в собственность, то и начинать там богослужение, во-первых, чтобы бабушки ходили по многим ступеням, и очень высоким, это невозможно, что там постоянное богослужение. Но если будет необходимость там совершить молебен, в День Победы, допустим, поскольку это фортификационное сожужение, то это вполне возможно с музеем договориться. Георгиевским собором в Гусь-Хрустальном епархии и музей намерены владеть совместно. При этом экспозицию «Хрусталя» оттуда всё же перенесут и будут проводить там службы. К слову, закон о передаче имущества предполагает компенсационное предоставление музею-заповеднику равноценных площадей, а их ещё предстоит найти. Как отметила Светлана Мельникова, рабочие группы совместно с представителями епархии музей создаст по Рождественскому собору и Спаса Ефимова монастырю в Суздале и Успенскому собору во Владимире. В их компетенции будут технические вопросы, такие как поддержание температурно-влажностного режима и ремонтно-реставрационные мероприятия. Также епархии и музей настроены вместе проводить фестиваль колокольных звонов, научно-практические конференции, работать с паломниками и социально незащищёнными категориями населения. Оксана Котова, Стас Трегубов, Губерния, 33. Многие из нас знают, что на территории Владимирской области была обнаружена стоянка древнего человека — Сунгирь. На самом деле о многих городищах, которые не дошли до наших дней, есть упоминания в различных источниках. В субботу, 6 апреля, сообщество «Экскурсии от местных для местных» пойдёт по тропам древнего человека из Каменного века. Это примерно 33 тысячи лет до н.э. В маршруте также посещение покинутого древнерусского города Чаша. Это 12 век н.э. Если хотите провести выходные на свежем воздухе и погрузиться в очень древнюю историю нашей Земли, то присоединяйтесь. Подробности об экскурсии можно узнать в группе сообщества в социальной сети ВКонтакте. Мы неоднократно сообщали о том, что в этом году с размахом празднуется 100-летний юбилей поэта-песенника Алексея Фатьянова. Фестивали, теле- и радиопроекты, документальное кино, концерты и один из них уже состоялся. Состоялся он на самой главной концертной площадке страны — в Кремле. О том, как это было, в репортаже Евгении Волковой. Концерт, посвященный 100-летию поэта Алексея Фатьянова, 29 марта собрал в Кремлевском дворце сотни поклонников его творчества. Везняковский соловей Алексей Фатьянов прошел всю Великую Отечественную войну, часто читал стихи на огневой позиции, воодушевлял бойцов. За свою жизнь он написал более сотни произведений, которые впоследствии стали песнями. Мы последние свидетели военных лет, и поэтому все эти песни, они нам, как говорится, всегда мы слышали с детских лет. Это поэт военных лет, настолько любимый нами, что любая песня на его стихи для нас праздник. Потомок Ильи Муромцев мощный, крепкий, красивый, высоченный. Я когда их слышу, у меня сердце вжимается. Это же моя молодость, это же все мое. Мои танцы были под эту музыку. Перед концертом в зале Кремлевского дворца прошло гашение почтовой марки, выпущенной в честь юбилея Фатьянова. В нем приняли участие внучка поэта Анна Китина, губернатор области Владимир Сипягин и депутат Госдумы Владимир Жириновский. На почтовой марке изображен сам Фатьянов на фоне строк из его песни «Соловьи». Марка будет стоить около 30 рублей. Тираж составил 168 тысяч экземпляров. Ну вот наша задача с вами – напомнить, что это наше достояние, это наше сокровище, и что это Владимирская область, и что это вязники. Это мы должны напоминать. У нас стихи, и те песни, которые положены на стихи Алексея Фатьянова, звучали в торговых центрах, звучали в общественных местах Владимирской области. Тем самым мы пропагандировали вот эту великую историю и те строки, которые живут в душе у каждого русского, настоящего русского человека. Я очень рада, что мы исполнили мечту моей бабушки Галины Николаевны Фатьяновны. Собрали всех в Кремле, собрали всю Владимирскую область, собрали вязники. Наши ансамбли участвуют в этом празднике. Когда, кроме них, как в Фатьяновском празднике, можно поэтому поучаствовать. Поэтому я думаю, что это один из самых главных таких дней в этом году, чтобы можно было собраться вместе и подумать о том, что мы просто люди, которые поем простые, замечательные песни. В трехчасовом концерте приняли участие вокально-хореографические ансамбли, коллективы известников, местный духовой оркестр и звезды российской эстрады. Перешла и к нам на броды сна, и пьяно встала не до сна. Не потому что пушки бьют, а потому что вновь поют, забыв, что здесь идут вани. Паршарные золотки. Я сама очень люблю песни Фатьянова. Мои родители пели. Я, наверное, решила это продолжить. И вот оно как-то непроизвольно получился. Вот у нас такой коллектив, которому уже скоро 25 лет. 25 лет мы поем Фатьянова. Все коллективы отмечают особую мелодику стихов Фатьянова. Его слова одинаково хорошо ложатся на любой мотив. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама О том, как черноглазая свела с ума Песням на стихи Фатьянова присущ искренний, щедрый, открытый характер. Воспевание родного края и своего народа – тема актуальна по сей день. В рамках юбилея поэта-песенника по всей России проходит более 50 различных мероприятий. Какие впечатления остались? Отлично, фантастика. Воспевание родного числа. Как ладок чистого воздуха. Родители вспомнили. Да, всех. Вспомнили все прекрасное, чистое, светлое. Вообще-то это вообще просто. Энергия зашкаливается. Спасибо. Хочется жить, петь, вообще мечтать. Очень хороший концерт. Очень понравилось нам. Такая память, такая музыка, такие песни, потому что на них все выросли. Это было очень приятно. Глубже про творчество Фатьянова узнали. Глубже. Я раньше такого понятия не имела. А сегодня вообще шик. Замечательный концерт. Очень хорошо поставлен. Такие артисты прекрасных пригласили. Нам очень понравилось. Евгения Волкова, Станислав Трегубов, Губерния, 33. Рок в симфоническом исполнении. 5 апреля в концертном зале имени Танеева выступит Rockist Relive. Это молодой энергичный оркестр, успевший зарекомендовать себя среди слушателей альтернативной музыки. Коллектив знают не только в России. В составе выпускники Московской государственной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесинах. Музыканты ведущих российских оркестров. Подобной уникальности концерт не смогут оставить без внимания как поклонники рока, так и любители академической классики. Скрипки, трубы, виолончели звучат по-иному, гармонично сливаясь с бас-гитарой и барабанами. В программу включены композиции Deep Purple, Queen, Rammstein, ACDC, Metallica, Scorpions, Linkin Park, Imagine Dragons, Bon Jovi, Evanescence и многих других рок-групп. Все рок-хиты прозвучат в живом исполнении. Аранжировки к ним написали сами участники коллектива. Мультконцерт «Страна Мультляндия». Владимирская областная филармония уделяет концертам для самой юной аудитории особое внимание. Весь сезон в рамках семейного абонемента «Сказочное воскресенье» музыкальные коллективы представляли самые лучшие детские программы и дарили незабываемые впечатления. В завершение абонемента 7 апреля Владимирский русский оркестр приглашает больших и маленьких слушателей совершить незабываемое путешествие в страну Мультляндию. В концертную программу вошли любимые миллионами российских детей и взрослых композиции из легендарных детских мультфильмов. Крошка и Нот, Бременский музыкант, Летучий корабль, Золушка, Крокодил Гена, Маша и Медведь и многих других. Верницы изделий чудных – старинное литье. 30 экспонатов из фондов Владимирсуздальского музея-заповедника расскажут о развитии чугунного и бронзового литья в России в конце 19-го – начало 20-х веков. Представленные на выставке интерьерные и кабинетные предметы демонстрируют искусство чугунного литья различных производителей. Эти удивительные изделия были особо любимы в странах Европы и Азии в конце 18-го века. В годы особой популярности художественного чугунного литья. Бронзовое литье представлено многообразными формами подсвечников и канделябров. Экспозиция будет доступна до 2 июня в Музее Хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Рустальном. На этом у меня все. Будьте в курсе самых важных культурных событий вместе с телеканалом «Губерния-33». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин